всем привет дорогие друзья с вами карина и в сегодняшнем видео я покажу вам свои самые любимые помады до 5 евро это очень бюджетные опции некоторые в россии стоит еще дешевле но я ориентируюсь в первую очередь там где живу и цены будут именно в этой как в этой стране поэтому в россии это будет еще дешевле потому что как правило там косметика в целом бюджетно дешевле прежде чем я начну рассказывать про свои помады мне бы хотелось упомянуть и сделать маленький она анонс того что на моем канале появилось спонсорство youtube недавно предложил мне в творческой студии где работают авторы youtube а предложил подключить спонсорство я не знаю от какого количества подписчиков подключается спонсорство или же от какого количества просмотров на канале спонсорство начинает быть доступным но на моем канале сейчас будет доступно два уровня которые я сама создала можно выбрать было по моему до трех уровней я выбрала два и назвала их очень просто и банально возможно потом я это переименую первый уровень серебряный уровень и он в германии будет стоить евро девяносто девять центов в месяц в россии это будет другая цена так как отличается ценовая политика в разных странах в россии это будет стоить 49 рублей в месяц всего лишь на первом уровне серебряным будут доступны такая функция как упоминание моих зрителей тире спонсоров на своем канале я буду их упоминать раз в месяц если вы 1 месяц спонсируете меня ну что логично то я вас просто каждый месяц буду упоминать и благодарить конечно же за то что вы поддерживаете мой канал за то что вы спонсируете меня для развития канала 2 уровень это уровень золотой назвала его также я фантазии у меня видимо на это не хватило пока что золотой уровень стоит в германии 3 евро девяносто девять центов а в россии он стоит сто пятьдесят рублей что тоже достаточно бюджетно но уже немножко дороже чем первый уровень на уровне золотом уже доступна также функция упоминания зрителей тире спонсоров на моем канале также раз в месяц и 2 функция которая доступна это будет 1 трансляция прямая на ю тубе в месяц со своими спонсорами второго уровня поэтому если вы хотите поблагодарить таким образом меня за то что я делаю то я буду очень очень рада и безумно благодарна вам ну а теперь мы приступаем с вами к теме видео это помады я обожаю помада ни для кого не секрет у меня помад больше всего в коллекции у меня помады блески отдельно у меня есть красный помада отдельно жидкие помады отдельно нюдовый отдельно бальзамы у меня больше ящика у меня уже в ящик просто не вылезают помада я помада маньяк это самое любимое наверное в косметике это помада и стрелки вот мне пожалуй больше ничего не нужно первый бренд будет катрис я бы хотела вам показать одну лимитку для того чтобы просто вам сказать буквально секундочку чтобы вы присматривались к лимиткам катрис в том году выходила рождественская коллекция она называлась глиттер холик очень классно и я купила все три помады которые представлены были это была вот эта бежевая такая теплая с глиттером это была красная с глиттером очень красиво она до сих пор у меня есть и бордовая тоже с глиттером красная красно-бордовая такая тоже у меня это есть но сегодня просто вам покажу вот такую помаду это очень красивая помада и просто вам я хочу сказать о том чтобы вы приглядывались к лимиткам моя любимая и нюдовая помада из серии power plumping gel lipstick от этого же бренда от катрис у меня оттенок 030 но там есть несколько оттенков это достаточно увлажняющая очень гелевая очень приятная такая текстура бальзамная на полупрозрачная и она очень хорошо держится на губах она конечно не будет держаться как матовая помада например но для увлажняющей помады надежда достаточно хорошо и когда я сравниваю эту помаду у себя в голове например с помадой шанель у меня есть подобная помада похожего даже оттенка то я не вижу смысла переплачивать это не имеет вообще смысла никакого это помады любимым но не только на каждый день когда я делаю какой-то супер яркий макияж глаз то я зачастую наношу ее потому что цвет у нее нюдовый увлажняющая текстура что просто помогает моим губам не сохнуть так быстро как сматывая помадой стоит очень бюджетно и у нее нет никакого неприятного аромата неприятного вкуса у нее это все отсутствует она очень-очень комфортно если вы еще не пробовали эту серию ну катрис то я вам очень советую следующая помада это уже матовая версия хотя они почему-то назвали ее дэми мат тоже помада в стике в очень лаконичном это рассказала каким какой-то люксовый в люксовой упаковке это прям очень классно выглядит она реально дорого выглядит не вот эта наклейка которая это все выдает дэми мат и это красная помада но это один из самых красивых красных в моей коллекции во первых сама помада оформлена в таком стик у нее такой как будто бархатный как будто такой как наждачка выглядит то есть он почти не блестит внутри конечно она обычная такая полуматовая я даже назвала ее матовая это холодный красный в оттенке 060 безумно красивый цвет безумно выбеливает зубы она очень стойко благодаря тому что это все-таки матовая версия хотя они ее назвали почему-то полуматовая но я бы сказала что это все-таки матовая может быть более комфортно если сравнивать с жидкими версиями а так да можно использовать эту помаду так как у нее как раз таки матовая текстура как в качестве даже румяна она будет держаться и не будет нигде не отпечатываться ничего можно наносить ее какими-то такими прихлопывающими движениями что тоже останется на губах из-за ее лишь текстуры все у нее так футляр очень хорошо защелкивается поэтому можно даже с собой взять она очень чем-то похоже даже на руби вул ну есть какие-то отголоски но это уникальный цвет я считаю и в бюджете именно в стике не знаю я не так часто встречаю качество потрясающе до подсушивает губы но она матовая поэтому хорошо подготовить курку кожу губ до этой помады и после очень хорошо увлажнить в целом просто пятерка этой помаде невероятно как она красиво смотрится следующая помада последняя от катрис который вам покажу это жидкая матовая помада а называется она дженерейшен мат комфорт комфорт тэйбл комфорт табл комфорт тэйбл ликвид липстик в общем-то оттенок типичный мой так сказать это такая пыльная роза называется он 060 blush pink эта помада почему называется комфортно потому что она до конца не высыхает вернее на не высыхают вот так вот мгновенно они становятся матовой она подсыхает и остается у нее такой немножко такой слой который отпечатывает но если вы его промокнете с помощью например салфетки у вас на губах останется уже полностью матовая и плюс смыть ее достаточно легко и для того что это не такая устойчивая текстура как например нуба милибачи или или даже как сейчас я вам буду показывать другие жидкие помады вы убедитесь в этом это все-таки немножко отпечатывается но я говорю что когда вы промокнете ее салфетка она все тонкий у нее слой и она матовая безумно красивый цвет хочу себе еще какую-то не удалил не розовую а какую-то бежевую коричневую какую-то красивую да потому что мне нравится этот формат о первых и упаковки в 3 я люблю матовая помада может быть сейчас я их ношу реже но тем не менее и у нее абсолютно такой же аромат очень похожая текстура аромат с nix soft lip made cream мы до них дойдем это я бы сказала бюджетный аналог nix хотя nix тоже бюджетной но это еще бюджетнее она стоит около четырех или пяти евро в общем люблю вот эту вот жидкую помаду и у них есть из чего выбрать там достаточно много оттенков даже по моему есть какие-то яркие типа красного поэтому присмотритесь если вы любитель жидких помад следующий жидкие помады это единственная которая покажу раньше они выглядели вот так а теперь она выглядит вот так это с я как-то давно вам показывала уже эти помады я их обожаю по моему два нюдовых еще есть по моему темная помада красная какая-то бордова в общем оттенки 03 05 но я не буду сейчас на них останавливаться потому что они уже не продаются продается вот эта вторая они перевыпустили упаковку они здесь сделали 3 миллилитра раньше было 8 конечно пожадничали не знаю с чем это связано но тем не менее эта помада очень сильно похожа на катрис вот эту вот она даже пахнет также она вот наверно только высыхает больше мне кажется что она быстрее засыхать чем катрис в целом они очень очень похожи возможно даже это одно и то же вот я может быть оттенки немножко отличаются вы знаете а может быть и даже одно и то же вот они мне кажется могут так сделать потому что все таки это один концерт эссен стей мэтт ликвид липстик у меня оттенок 05 date proof это очень красивые опять-таки безумно красивый цвет пыльной розы который я обожаю я такие оттенки ношу просто постоянно вы в этом сейчас убедитесь увидев и вы наверное кто за мной но следит знает это опять таки она очень комфортная для матовой помады но иногда когда мне допустим сильно сушит но я обожаю этот цвет я знаю то что она никуда не уползет закон так как она стойко то я могу добавить сверху бальзам например или блеск с блеском она будет не такая устойчивая но если я добавлю бальзам то в целом эта помада продержится хорошо конечно она может быть какую-то там жирную еду она не выдержит но в целом она продержится хорошо но если вы будете носить соло то тем более она стойко 80 не носила но она стойко это сто процентов единственно мне не нравится у нее сейчас вот этот вот аппликатор палка да ей очень удобно прокрашивать контур губ этой палкой но не знаю предыдущий был какой-то прям оригинальной форме песочных часов хорошая помада мне прям очень нравится если вы опять таки любитель жидких помад упомяну еще один бренд для тех кто живет в германии это бренд ревалде лук янг он сейчас называется ревал love сми или же у них есть основная линейка которая просто называется ревалде лук и у них периодически бывают и лимитки от которых ты вообще не ждешь что они будут какие-то качественные это супер бюджетная косметика и и просто привала в сми бывают и постоянной коллекции если вот у меня есть помадки которые уже не выпускаются но у них в целом очень хорошие помады у меня было несколько просто я периодически дарю кому-то эти помады и так далее у меня есть 2 1 нюдовая 1 красного сегодня нюдовая на мне это очень красивый цвет она называет алип колор мат оттенок 02 это вот такой вот вроде бы темный нюд но посмотрите на мои губы я знать как сделала я вот так вот пальчиком набирала эту помаду она матовая и наносила ее вот таким образом и вот как она классно легла не знаю мне очень нравится оттенок я его просто постоянно сила периодически конечно же возвращаюсь к нему а вот этот вот красный в розовой упаковке упаковки честно говоря немножко такие дешевенькие но мне вообще до этого нет дела так как я знаю что там крутые помады лип колор глоссе уже и оттенок 09 мулин руж это красный цвет в котором то есть это обычная такая увлажняющая помада это очень холодный красивый красный цвет в котором есть маленькие микро блесточки которых мы практически не видно но они создают перелив красивый на губах одна из моих любимых красных увлажняющих помад а стоила она я не знаю евро 2 наверно если не меньше вообще какие-то копейки в общем обожаю этот красный он какой-то уникальный поэтому я хочу вам сказать чтобы вы присмотрелись к этой марки просто и выбрали свои помады но вот у меня есть вот эти две чем у меня есть отрывал делу просто у них была лимитка я у меня показывал это огненный красный цвет и у них тяжелая как как будто какая-то керамическая упаковка на магните а стоила на 2 и 3 евро ну вот вы скажите кто из бюджета делает вот это это даже из люкс это делают немногие а тут просто за три евро помада и вот этот красный красивый если вы пойдете в германию а я надеюсь то что уже наконец-то скоро когда-то скоро или когда-то это все закончится и что люди смогут приезжать опять путешествовать если вы поедете захотите что-то купить из декоративки я вам от души рекомендую обратить внимание на марку rival love smith скоро выйдет видео с фаворитами из дема и розмана что реально стоит попробовать там будет как и уходовая так и декоративная косметика обязательно посмотрите это видео и сохраните себе в закладке куда-то это видео потому что там я расскажу реально что стоит попробовать в германии это очень классно видео поэтому бренд ревал дилуб или ревала в сми что является более бюджетной линейкой данного же бренда я очень люблю меня есть правда масса фаворитов помады которые я показывала наверно одни из самых первых на своем канале это кико милан раньше делала очень много видео по этому бренду потом как-то подутихло сейчас периодически просто покупал какие-то лимитки или что вот моей душе угодно то есть мне сейчас нет такого нападка на этот бренд наверное почему а наверное потому что раньше я училась в центре и там был бутик кико милана и можем сказать мне было через него идти поэтому я но очень часто заходила в кико милан наверное поэтому периодически даже приходила просто что-то протестировать чтобы потом купить поэтому у меня столько на этой косметики я по моему один или два раза заказывала онлайн если в вашем городе нет бутика кико милану в россии в том числе вы можете заказать онлайн без проблем у них интернет магазин есть и там по моему в россии от полутора тысяч бесплатная доставка возможно сейчас связи с этой ситуацией у них может быть даже и бесплатная доставка такое бывает сейчас во многих магазинах но в германии этих магазинов и в италии уж тем более во франции их полно просто бутиков единственное сейчас нельзя тестерами там есть тестеры но ими пользоваться нельзя раньше можно было прямо нести косметику в общем долго говорю но есть одна линейка помад у меня вот их шесть штук это только вот этой линейки может быть даже больше может быть я чего-то не упомянула здесь может быть я где-то затерял и 6 штук помад из линейки самой бюджетной но мне очень нравится эти помады то увлажняющие обычные даже не увлажняешь это просто кремовые помады они называются smart фьюжен лепстик у меня шесть оттенков давайте начнем с оттенка который я больше всего полюбила это я его даже повторяла потом я его подарила связь и крови потом подарила еще одну родственнице подарила бабушки в общем этот оттенок он нарасхват прям он реально крутой и он всем очень сильно понравился вот так вот они выглядят очень просто такая обычная упаковка обычной помады вот у меня сколько осталось этого оттенка это такое тепло розово пыльный ну он тепловат если сравнить его такой вроде бы кремовая помада но она такая полупрозрачная прекрасно на каждый день и карандаши для губ из этой же серии я тоже очень люблю у меня даже есть опять такие штуки 4 поэтому вот розовый мой любимый потом у меня есть тоже такой повседневный тоже его осталось немного коричневый они такие все полупрозрачные то есть вот эти оттенки то есть вообще на каждый день обожаю так есть вот более такая насыщенная роза очень красивые цвета ей я пользовалась почему-то не так часто надо бы исправить ситуацию такой тепловатый розовый очень красиво на осень будет классно потому что помад миллион я все время что-то тестирую что-то наношу далее конечно же это потрясающе просто я считаю уникальный оттенок очень красивого яркого розового я такое на весну на лето люблю из-за того что это все таки такой вот яркий я люблю именно на какое-то такое теплое время года также у меня есть красный есть классический достаточно цвет очень красивый тоже холодный с карандашом для губ прекрасно не сушит ничего потому что кремовая текстура ну и очень темный есть такой прям очень темно-фиолетовый тоже это не фиолетовый какой-то то magenta телку темные не знаю прям очень темный цвет красивый режим поэтому вот эти вот помады я уже ну очень сколько я буду три наверно уже имею пользуюсь потому что ну текстура очень такая кремова она очень комфортно они не выбегают за контур губ особенно если вы будете использовать карандаш можете не использовать карандаш и на каждый день эти помады из серии что вы можете нанести без зеркала ну конечно же я имею до нюдовой цвета то есть если вы захотите красный нанести то вам скорее всего зеркало понадобится так точно также я ношу или так или прям пальчиком и чуть-чуть вообще одно удовольствие носить эти помадки поэтому они стоят меньше четырех евро нам 390 или 395 как-то что возле этого и прям это очень классный крутые бюджетные комфортные супер помада что ж последняя помада вернее четыре штуки но это одна помада 4 оттенка это никс хочу оговориться о том что этого надо стоит чуть больше 5 евро на 100 6 евро в германии в россии это по моему ну раньше по крайней мере они стоили евро ой рублей 500 я еще работала покупала вот эти два оттенка вот эти в два оттенка попал еще в россии в общем они тоже бюджетные на евро подороже я тут схитрила но мне очень хотелось показать это у меня вообще от никс не очень много косметики вообще я сказала минимально но эти помады я безумно люблю они могут подсушивать потому что это очень матовая текстура они тем самым стойки но я бы не сказала что это самые сушащие помады жидкие матовые есть намного хуже эффект который прям так сушит губы что ты потом ходишь и два дня устанавливаешься губы если не дольше есть оттенки периодически появляются особенно вот с этим ярким розовым когда в видео меня спрашивают что это за помада и это на самом деле оттенок и сейчас конечно все скажу но есть аналоги просто аналоги этого оттенка более дорогой маг жил энд лесли red такой ярко насыщенно розово-красный вот он очень сильно похож на никс вот поэтому если вы хотели мак у меня тоже видео периодически спрашивали но там серия ретро мэйд и она несмотря на то что на в она покомфортнее если их сравнивать плюс она дешевле давайте покажу конечно же тут два моих любимейших нюдо еще хочу себе оттенок лондон леон какой-нибудь еще конечно же это канны знаменитейшие я помню они везде почему-то эти канны этот оттенок везде был раньше распродан ну говорят это любимый оттенок или дженнер но сейчас у нас а масло помада сделала но не сейчас а уже давно это красивый розовый достаточно теплый цвет ну то есть это не холодная роза не такие как эссенс как патрис который вам только что показывал жидкие это теплее оттенок и он более комплементарные наверное оттенок абу-даби это красивый теплый коричневый светлый очень красивый цвет мне уже знаете их осталось немножко его даже сочи делаю но их немножко осталось красивый цвет оттенок который вы меня часто спрашивает ярко-розовый это не фуксия но это очень ярко красивый розовый сан паула это не фуксия дело в том что фуксия другая по цвету а это какой-то уникальный цвет ну и вообще первая помада который я купила помню золотом яблоки на каком-то там по-моему какой-то что-то у них было кто-то визажист приходил или что просто не по никс а и я в этот день купила копенгаген это темная помада красивый цвет очень красивый но надо быть аккуратно с ним чтобы наносить его так чтобы он не пришел или вообще в целом не пришел и оттенок но его можно в несколько слоев нанести пока он не высох в общем я считаю что это дешево сердито если честно ну что же теперь я предлагаю вам быстренько посмотреть аналоги то есть что за такие дорогие бренды как mac например у них очень много красивых оттенков и часто смотришь инстаграм где-то на фото на девушки и ну как будто врага помада одна стоит 23 22 евро давайте я вам покажу какие есть аналоги как раз таки этот самый оттенок рилан длэс ли ряд который я купила в россии вот этот вот я вам сейчас покажу его очень красивый яркий цвет это какая-то знаете новая история про красный что-то более оригинальное если вы хотите выделиться как где-то на вечеринке я не знаю или не на вечеринке и это никс сан паула вот пошире сводч это никс и по она конечно высохнет будет матовая а вот это мак это справа справа мак слева никс есть очень красивые цвета два разных два разных две разных текстуры это матовая и сатиновая в общем матовая оттенок мэр я сейчас нанесу сверху мэр и сатиновая текстура эта помада твик в оттенке твик это очень похожие оттенки по сами по себе твик он более теплая обсказала омер он более холодный вот мэр слева и твик твик справа и сейчас на эти аналоги на эти красивейшие оттенки я покажу вам еще не менее красивые бюджетные аналоги так сказать вот эти оттенки слева оба catrice и essence а вот это канны посерединке но есть у них вообще и сверху слева мэр и вот твик видите как они похожи вот это essence 2 слева очень похоже на мэр но текстура более будет матовая чем в стике у мак ну и вы новорождете я заменитый в лаве тези что же на него похоже вот я сейчас делаю вам вот смотрите сверху в лаве тели сверху в лаве тели снизу вот это вот левая это catrice плампинг джелл липстик в оттенки 030 а справа это кико в оттенке 404 бежевая эти сияющие текстуры больше чем в это дело вот эти заявлено матовая эти больше увлажняющие но по цвету они очень близки сейчас еще вот еще без вспышки дети как похожи оттенки фантастика вот вам пожалуйста аналоги мак самых знаменитых оттенков если вам нравятся видео такие и серии лучшие из косметики до 5 евро то обязательно напишите об этом в комментариях поставьте пальчик вверх это помогает а видео продвигаться youtube будет еще рекомендовать это видео таким образом если мы наберем с вами много лайков это видео будет популярность это рубрика будет на моем канале популярным то я буду делать так во всей категории например лучшие блески для губ до 5 евро или лучшие бронзеры для лица до 5 евро потому что я пожар и так далее всего можно до 5 евро можно набрать даже тональную основу можно набрать до 5 евро поэтому давайте поддерживайте это видео поддерживать эту рубрику и у нас таких видео будет входить намного больше но я свою очередь хочу поблагодарить вас за просмотр данного видео не забывайте подписываться на мой канал если вы еще не подписаны но мы увидимся с вами уже совсем скоро в моих новых видео и всем пока пока отчет и 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